Значит, давайте договоримся о следующем. Первое. Проблем много, но давайте не будем за счёт оперативных мер и тех, которые будут приниматься по результатам исследования последствий стихийного бедствия, не будем пытаться решить все сразу проблемы. Ну, допустим, есть населённые пункты, есть производства, которые по тем или иным причинам затухают, прекращают своё существование. Не нужно за счёт вот этой ситуации пытаться решить вот эти проблемы. Это должно решаться в текущем оперативном порядке, в будущем вместе с губернатором, с губернскими властями, может быть, при помощи федерального правительства и бюджета. То же самое касается крупных ирригационных работ. Они, как правило, очень дорогие, они нужны, безусловно, и без всяких сомнений они должны быть проведены, но не за счёт тех средств, которые будут выделяться сейчас на решение проблем оперативного характера, связанного с ликвидацией последствий паводка. Это первое. Второе. Что касается направлений или тех сфер, на которых будет направлено бюджетное финансирование федеральное, что касается помощи людям, это четыре направления финансирования. Первое – это оперативная помощь людям, вот в размере там 10 тысяч рублей. Затем помощь на приобретение утраченного дивизионного имущества, и она должна быть, конечно, она будет определена на менее 50, а в 100 тысяч рублей. Затем это капитальный ремонт жилья из расчёта 5 тысяч рублей за один квадратный метр. И там, где жильё утрачено полностью гражданами, полное восстановление, новое строительство, либо приобретение с рынка. Хочу обратить ваше внимание и внимание подрядных организаций, строительных организаций. Да, у вас чуть-чуть подороже, чем, скажем, в европейской части строительство, но имея в виду, что это будет такая массовая закупка и массовое строительство, то это должно привести к удешевлению этих работ и этих строительных работ. Я сейчас не буду говорить, не называть окончательные цифры, но это очевидный факт. И если они этого не поймут, то они останутся с настроенным жильём, которое потом уже в течение многих лет никто не купит, потому что мы обеспечим людей, нуждающихся тем жильём, которое будем строить сами. Сейчас не буду называть окончательных цифр, но вот в европейской части, вы помните эту беду, которая в городе Крымске была, там примерно на семью из трёх человек строили, либо покупали, там в основном покупали квартиры, где-то на семью из трёх человек нам обходилось это примерно 2 миллиона рублей. Другая наиболее важная и сложная проблема – это сельское хозяйство и поддержка сельского хозяйства. Я это понимаю, здесь у вас сельхозрегион. Сказать сейчас, что будут списаны кредиты, не могу. Я не могу сказать, что это невозможно, но сейчас не готов об этом сказать. Но что мы точно сделаем, мы решим вопрос с пролонгацией кредитов и с выплатой и процентов, и тела долга, там, где это наступает. Постараемся помочь с семенами и с горючей смазочными материалами по различным каналам. Причём таким образом всё это должно быть сделано, и Министерство сельского хозяйства будет с областными структурами работать. Таким образом должно быть сделано, чтобы на все эти пролонгации и поддержка обеспечивало и будущий СЕВ сбор урожая и его реализацию. Потому что без реализации будущего урожая говорить о каком-то движении по финансам для сельхозпроизводителей тоже невозможно. Конечно, это, надеюсь, всем понятно. Теперь связь. Я хотел бы… Ну, связь, мы посмотрим, что можно сделать дополнительно к тому, что здесь уже было, с учётом тех сложностей, о которых вы сейчас сказали. Но ещё раз хочу повторить, что связь и транспортная инфраструктура, она должна восстанавливаться, прежде всего, исходя из того, что разрушено. Что хотелось сделать на будущее и произвести какие-то улучшения в будущем, расширить условия связи, улучшить их, сделать их более стабильными – это всё-таки отдельный вопрос. Повторяю ещё раз, нам нужно восстановить, ну, конечно, на новом уровне и с новым качеством то, что было. И, ну, над этим тоже подумаем. Здравоохранение, образование – но это во многом зависит от вас и от губернатора. Тоже подумаем, как здесь вам помочь. Теперь подвозка угля. Нужно будет субсидировать перевозку, либо железная дорога должна будет взять на себя часть этих издержек. Это мы решим и вам поможем. Электроэнергия – тоже подумаем, что можно сделать на предмет стабилизации хотя бы тарифов и отчасти хотя бы их субсидирования. Теперь ПВР – пункт временного размещения. Там, где они нужны и там, где они будут существовать ещё в течение какого-то времени, может быть, даже длительного, потому что зима наступает быстро. Настроить только жилья, видимо, не представляется возможным, значит, людей нужно где-то размещать, дети должны входить в школу. Вы знаете, это вот от вас зависит, продумать это. От губернатора и от федерального правительства будет зависеть оказание помощи. Но как грамотно это построить, эту работу, потому что в некоторых населённых пунктах школы сохранились, но дома подтоплены, туда вернуться невозможно. Поэтому это нужно вам очень грамотно всё посчитать, использовать резервы, имеющиеся внутри региона. Вот прямо здесь я уже услышал, где-то невозможно наладить нормальный школьный процесс 1 сентября, а где-то есть резервы, куда можно было бы людей уже сейчас переселять. Надо, чтобы, Олег Николаевич, Ваши службы вместе с руководителями муниципалитетов об этом подумали и вот этот манёвр обязательно осуществили. Нужна будет поддержка в этом отношении, тоже мне сформулируйте и скажете. Теперь по поводу дорог, мостов. Важнейшее дело, у Вас здесь появлялись какие-то федеральные чиновники, либо представители федеральных дорожных служб? Да, был у нас и заместитель министра транспорта, и министр… Ну чего, он приехал, поговорил и уехал. Я вот сегодня министру сказал, здесь должна подъехать группа, которая проедет по местам и реально оценит на месте потребности, посмотрит, где нужно, чтобы остановить. Ещё раз хочу повторить, я вот обращаю на это Ваше внимание. Что касается инфраструктуры, особенно дорог, у нас территория колоссальная, она совершенно очевидна, в инфраструктурном плане не развита. Но, и, конечно же, хотелось бы сейчас настроить очень много дорог. Нам нужно восстановить то, что есть. Восстановить, повторяю, желательно в новом качестве, но восстановить эту инфраструктуру, которая была, а не пользоваться ситуацией для того, чтобы что-то новое, десятки, сотни километров строить. Это будет просто невозможно. Мы с вами тогда утонем в этой работе, ни старого не восстановим, ни нового не создадим. Но восстанавливать старое, конечно, желательно, и нужно к этому стремиться, я и министру об этом скажу, в новом качестве. Нужно, чтобы это было достойной инфраструктурой. Ну, и, наконец, пожилые люди, особенно одинокие, но не нужно их назад возвращать в то состояние, в котором они были. Надо, чтобы губернатор подумал, что это на региональном уровне должно быть решено. Нужно создавать для них нормальные условия, если такие есть, а наверняка такие случаи имеют место быть. Средства муниципалитетам для приобретения техники. Мы подумаем об этом. Я думаю, что в этом случае можно это сделать. Я напоминаю, что деньги из федерального бюджета на приобретение муниципалитетами техники выделялись как антикризисные меры для того, чтобы и муниципалитетам помочь, и поддержать наших машиностроителей. Мы им давали деньги, они сохранили рабочие места, производство, а вы получали технику. Но в данном случае, имея в виду масштаб бедствия, масштаб наводнения, с которым мы сейчас столкнулись, это в известной степени тоже кризис. Над этим тоже нужно и можно подумать. Такое поручение правительству, да, мы прикинем. Надо только прикинуть, сколько техник, сколько денег, какая техника и так далее. Только чтобы было так, что деньги дали, вы использовали эту технику для того, чтобы привести в порядок населённый пункт, а потом неизвестно, куда её девать. Нужно закупать такую технику, которую будете использовать и в будущем. Я уже сказал о строительстве нового жилья или о приобретении жилья с рынка. Если я так понял, что в Амурской области такая возможность есть, некоторые объекты почти готовы. И надо это сделать в отношении тех людей, которые хотят воспользоваться новым жильём, может быть, даже на новом месте, но в рамках области. Но о чём бы я хотел сказать. Не хочется говорить об этом, но нужно, я вынужден это сделать. Помощь, в том числе жильё, новое жильё должны получать только те люди, которые действительно пострадали и в ней нуждаются, а не родственники и не хорошие, добрые друзья и знакомые каких-то начальников разного уровня и разного ранга. К сожалению, такие случаи у нас в подобных ситуациях раньше бывали. Надеюсь, что и упомянутая здесь не к ночи прокуратура тоже сыграет здесь положительную роль. Потому что это как раз их дело – контролировать решение вопросов подобного рода. Ну и, наконец, по поводу того, как организована связь с гражданами. Должен вам сказать, что при всём масштабе работы, который вами проделан, он заслуживает уважения и благодарности. Я хочу вам выразить слова благодарности за ту работу, которую вы проделали. Всё-таки есть и сбои, и вы должны об этом знать, знать и реально оценивать эту ситуацию. Без сбоев, конечно, невозможно. Стихия затронула судьбы большого количества людей, десятков и сотен тысяч людей. Поэтому это возможно. Но нужно на это быстро реагировать. Нужно, чтобы ваши сотрудники, ваши оперативные службы работали именно оперативно, чтобы не было никакого формализма здесь. Чтобы не было случаев, когда люди звонят по телефону, а им не отвечают. А если отвечают, какую-то билиберду несут. А такие случаи тоже есть, в том числе и в вашей области. Я обращаю на это внимание. Поэтому всякого рода бюрократизм и билиберда чиновничья должны быть сведены к нулю, к полному нулю. И вот что касается главных сплетников или самых неудобных людей, именно такие люди вам и нужны сейчас. Потому что именно они видят, что происходит, и возмущаются. И они должны быть вашей опорой. Поэтому, когда вы будете организовать эту работу, особенно при оценке ущерба, что чрезвычайно важно, нужно, чтобы люди видели, что эта работа прозрачной является. А для этого нужно их самих привлекать. Если есть какие-то общественные структуры, то их нужно использовать. А если их нет, их надо создать, чтобы при вас были общественные комитеты, которые сами бы своими собственными глазами могли увидеть, что и как делается, как распределяется эта помощь, кому она идёт. И какого качества предоставляемых в данном случае услугой помощи гражданам. Ну и что касается выборов. Согласен с теми, кто сказал, что выборы не нужно отменять. Вот результаты выборов будут лучшей оценкой вашей работы. Я пожелаю вам успехов. Спасибо большое.